На фоне того, что все больше и больше стран заявляют о возможности передачи Украине боевых самолетов, как например, Солнечная Австралия, F-18 или Германия Еврофайтеров, во все большую и большую неадекватность впадает руководство страны-террориста. Так, будущий пациент суда в солнечном городе ГАГА пока глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что истребители F-16 переданные Украине западными союзниками могут быть в модификации и способны нести ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления на не имеющей аналогов в мире и военной базе в Душанбе в Таджикистане 5 июня. Соответствующая стенограмма выступления размещена на сайте не имеющего аналогов в мире МИДа. От этих руководителей США и других западных стран, которых Вашингтон полностью подмял под себя, можно ожидать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями и танками сейчас всерьез готовят F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит 8. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас. Много разговоров о том, откуда эти самолеты будут взлетать. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может вмещать ядерное оружие, заявил Лавров добавив. Мы мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы. В общем, ребята, дедушка Уруэлл сейчас на том свете в шоке, наверное, думает, а так можно было. Это оказывается на несчастную Россиюшку напали они. Они вторглись в суверенную Украину, нарушив вся засада международного права и занимаются сейчас военными преступлениями и терроризмом на территории Украины. И знаете что, друзья, никогда не думали, что такое скажем, но так и да. Ваши бы слова Сергей Лавров да богу бы лучше. Ф-16 способные нести ядерные бомбы или ракеты это самое то, что сейчас нужно Украине, так чтоб наверняка обезопасить себя от неадекватного соседа. Поэтому, подписываемся на канал, жмем колокол, палец вверх и все остальные правильные кнопки и ссылки под роликом. И будет вам и плюсок в карму и как мы любим говорить огромное зачатище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!